В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! У нас в гостях одна из победительниц марафонского заплыва «Амурский залив-2022» Марина Радченко. Марина, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, как вам лето в этом году? Купальный сезон уже открыт или еще нет? Да, купальный сезон уже открыт. Был открыт 3 мая. 3 мая? Да, вода плюс 6. Марина, вы, мне кажется, недаром стали победить одной из победительниц марафонского заплыва. Как начинается ваш день? С заплыва? С заплыва. Где отдыхаете, где купаетесь? Либо в бассейне, либо на море. А на море в этом году куда ездите? Я знаю, за эфиром вы мне говорили, что вы начинаете ваш день с плавания в море в нашем Владивостокском. Да, ездил, где мы с Басаргина находимся, там купаюсь почти через день, каждое утро. Во сколько? В 5 утра просыпаюсь, в 7 я уже купаюсь, даже раньше. А потом на работу? Потом на работу. И что вам это дает? Дает энергию, силы, хорошее настроение. А если не секрет, кем работает девушка-пловец? Флористом. Флористом, вот так. Я ожидала, что ко мне в студию зайдет мадам таких достаточно крупных размеров, с широкими плечами. Но нет, передо мной сидит миниатюрная девушка, которая работает флористом. И при этом стала одной из победительниц амурского заплыва. Что же касается самих ваших соревновательных моментов? Как давно вы начали заниматься этим видом спорта? Ну, именно на открытой воде я стала заниматься с того года, с 20 апреля. Именно вот открытая вода, и стали мы переплывать Амурский залив. А что касается плавания, я уже довольно-таки давно занимаюсь. А как все начиналось? Просто пришла в бассейн, плавала с тренером, без ласт, училась плавать. Потом захотелось нырять на задержки дыхания. И я себе каждый год говорила, вот, Марина, ты научишься лучше плавать, и ты обязательно пойдешь учиться фридайвингу. И каждый год, из года в год я все себе говорила, говорила. Потом в один прекрасный момент думаю, или сейчас, или никогда. Потому что можно откладывать вообще всю жизнь. И все, я пришла в Федерацию спорта. А вы с детства начинали плавать? Это было детское увлечение, или уже будучи взрослым человеком? Уже будучи взрослым человеком. Но я с детства хорошо плавала, как бы, у меня отец был подводник. Но я просто плавала в детстве, не в бассейне, а просто там переплывала в Усури, какие-то озера. Но вот именно плаванием и занялась во взрослой жизни уже. Нет, ну знаете, Усури тоже переплыть в детском возрасте надо иметь определенную сноровку. Откуда вы ее взяли? Я не знаю, наверное, врожденная, скорее всего. В этом году вы участвовали в какой раз в заплыве Амурский залив? Второй. Второй раз. То есть первый раз в 2021 году, и пришли вы в этот раз третий. Как проходило все? Сложно было? Ну, в этом году мне показалось, что было легче, чем в том году. Хотя многие пловцы сказали, что наоборот. Условия были гораздо тяжелее. Единственное, в этом году было очень странное течение. Было какое-то оно поперечное, мне показалось, и уносило очень сильно в сторону. Было очень сложно с ним справляться. Вот. Ну, в принципе, все равно. Все было хорошо. Мне пришлось так приложить усилия. В какие-то моменты даже у меня свело ногу. Мне пришлось ее даже прокалывать. Свело все тело. И казалось, что я уже вообще плыть не смогу. И мне казалось, что меня вообще уже все обогнали. Я самая последняя. Но потом прошло минут 15, и все восстановилось. Все, силы еще больше появилось. И я быстрее-быстрее стремилась к финишу. И в итоге пришли третьи. Ну, в итоге пришла третья. Но вы же, по-моему, уступили только мужчинам. Мужчинам, да. Двум мужчинам. А вы говорите, свело ногу, свело все тело. Что значит прокалывали? Как это понять? С собой булавка. Потому что я плыву в моноласте. Ласта скоростная. Ноги, соответственно, не двигаются. Вот. И в такие моменты бывают, сводят ноги, когда на длинные расстояния плаваешь. То есть ты ими вообще уже перестаешь управлять. Они, получается, как они менее. И все, я не могу двигаться. В тот момент ты начинаешь просто тонуть. И у меня всегда с собой булавка на такие дальние расстояния. Я начинаю выпускать кровь, прокалывать ногу, чтобы все тело как бы расслабилось. Оно в этот момент просто становится как немым. Ты им вообще перестаешь управлять. Но это буквально длится там минут пять, пока вот это вот все пройдет. А потом все восстанавливается, и все. Появляются снова силы, ноги начинают работать, и ты заново начинаешь плыть. А паника? Меня бы охватила паника. Я помню, у меня тоже бывало, там, одну ногу где-нибудь в воде сведет, уплывешь далеко. Все, паника, к дну идешь. Нет паники, нет паники. Мы должны избегать паники. Если мы выбрались на такие большие дистанции, никакой паники быть не должно. Иначе, ну, иначе смысл тогда всего этого. А какой, кстати, была дистанция? В этом году 10 километров была дистанция. Ну, судя по тому, видимо, как уносило течение, мы, наверное, все 12-13 точно проплыли. Откуда куда плыли? С острова Песчаной на набережную. А участвовали первый раз в прошлом году? Почему в прошлом году было сложнее, чем в этом? Что именно для вас, что было в прошлом году? В прошлом году я плыла, во-первых, первый раз, не зная. Я только освоила технику, немного моноласты. Вот самый большой для меня заплыв, это был 5 километров. Больше, конечно, не было перед Амурским заплывом. И были очень тяжелые погодные условия, было сильное течение, был туман, ничего не было видно, ни берегов. То есть в какой-то момент я вообще просто остановилась, я не видела ни берега, ни сзади. То есть ты просто находишься на открытой воде, вообще среди океана, и ты не понимаешь даже вообще, куда плыть. То есть настолько был еще туман. Поэтому сам заплыв у меня занял 4 часа. А в этот раз какой результат? 2,40. Ну почти в два раза, можно сказать, преодолели. А вы плывете как-то по буйкам или спасательные катера какие-то видите, на них ориентируясь? На катера лично я не ориентируюсь, но у нас каждые 300 метров стоят буйки с флагами, на которые мы ориентируемся. Они выделяются красным цветом, и каждый километр стоят желтые флаги, где везде все подписано, сколько километров ты проплываешь. И вот ты плывешь от буйка до буйка, считая километры, думаешь, а вот уже 8, всего осталось совсем немного. И вот постоянно смотришь на буйки, высматриваешь их, плывешь. Ну стараешься плыть от буйка до буйка, чтобы далеко не уходить. Если прям совсем теряешь ориентир, как правило, к тебе подплывают катера, ну и помогают ориентироваться. То есть если сходит с дистанции участник, то его как-то направляют. Направляют, да. Показывают. Либо ты разворачивайся и плыви туда, либо уже сходи с дистанции. Если у тебя сил не хватает, вернуться. Потому что течение все-таки сильное, и им справиться не так просто. А вот ты сил выбиваешься в этот момент 2 часа 40 минут или 4 часа, как вы первый раз плыли. Это ж в открытом море находиться, мне кажется, это достаточно подготовленным надо быть человеком. Как минимум, как максимум просто иметь какой-то запас сил. Я проплыву там, не знаю, 20 метров, всё, я уже задыхаюсь, мне уже надо полежать на водичке, подумать. Ну, во-первых, можно сказать так, что человек сам не знает, на что он способен. Это раз. Потому что, когда я в том году первый раз плыла, я вообще не ожидала, что заплыв может быть таким тяжёлым. И я не рассчитывала свои силы на такое количество времени. Но силы откуда-то взялись, и когда ты всё это совершил, когда ты это проплыл, и ты потратил 4 часа на то, чтобы плыть, не без остановки. То есть ты не можешь не остановиться, ты не можешь полежать, отдохнуть. Просто от ниоткуда берутся силы, которых ты вообще сам от себя не ожидаешь. Человек, он не знает, на что он способен на самом деле. И только в таких трудных ситуациях он понимает, что ну ничего себе оказывается, у тебя такой потенциал. Конечно, да, ты выматываешься, устаёшь. Но в этом году было легче, потому что я целый год готовилась к этому. Ну, я физически готовилась очень много, тренировок было очень много. Поэтому в этом году было гораздо легче. И скорость, соответственно, за счёт этого увеличивается, если человек всё-таки готовится к таким заплывам. А как проходят тренировки ваши? Тренировки проходят жёстко. Мы очень много плаваем. То есть у нас тренировки длятся два часа. Тренировки проходят и рано утром, с 7 утра, и поздно вечером после работы, чтобы всё это совмещать. Вот. Плюс я бегаю, занимаюсь стретчингом. И три раза в неделю. Вот. Ну и в бассейне мы очень много занимаемся. Прям и на километраж нарабатываем прям в бассейне. И по 5 километров плаваем постоянно. Ну вот. Ну и тренировки своей программы, которая прям готовит тебя. Перед Амурским заливом мы готовились прям на открытой воде. Нас тренер тренировал на открытой воде. И это было, конечно, прям тяжелее, чем в бассейне. Потому что вода постоянно попадает и в рот, и плюс течение, сопротивление. И ты, казалось бы, занимаешься те же 2 часа, но выматываешься гораздо сильнее, чем в бассейне. Вот. Поэтому вот так. Мне интересно, а на внешний вид на фигуру как-то эти тренировки влияют? Очень влияют. Я за год похудела на 10 килограмм. Это достижение. С того года. Да, это вообще главное достижение, можно сказать. Девочки такие девочки. Да, девочки такие девочки. Ну плюс пресс. Конечно же, это прям стальной пресс нужно иметь. Это в первую очередь сильные ноги и сильный пресс. Иначе ты не сможешь управлять этой ластой, потому что для неё нужны прям силы. Под водой же, наверное, ощущается всё-таки пресс? Ведь как? Под водой, когда мы двигаемся, мы не ощущаем того, что мы напрягаем мышцы, ещё что-то делаем? Или всё-таки… Ощущаем. Ощущаем. Потому что мы плывём всегда, у нас работают, получается, ноги, пресс. Вот эта вот часть, как дельфином ты плывёшь. И, конечно, ты всегда ощущаешь. Теперь вам не страшно выходить на пляж. Зато. Ну, может быть. Тренировки, их проводит Федерация подводного спорта? Или вы как-то сами занимаетесь самостоятельно, просто с тренером? Ну, мы занимаемся… Я занимаюсь Федерацией подводного спорта. То есть вы входите в ней? Да. И помимо этого я ещё занимаюсь отдельно скоростным плаванием, тоже с тренером, персональные тренировки. Вот. Ну, то есть не только в Федерации, конечно, идут занятия. Скоростное плавание – это плавание на скорость? Плавание на скорость. В бассейне. В бассейне и на открытой воде. Тоже. В моноласте, да. А в Федерацию подводного спорта вы как пришли? Я с трудом для себя понимаю, как бы я сидела и плавала бы даже. И думаю, пойду в Федерацию подводного спорта, буду плавать на открытой воде. Как? Ну, вот как я и рассказывала, что мне очень хотелось заниматься фридайвингом. То есть вы решили на таком серьёзном уровне этим заняться? Да. Мне хотелось научиться нырять именно на свои задержки дыхания, потому что у меня есть проблема с дыхательной системой, и мне нельзя использовать акваланг для того, чтобы нырнуть. И поэтому у меня было жуткое желание научиться именно на задержке дыхания, на собственном, чтобы хотя бы погружаться на более долгий срок и плыть под водой. Меня это всегда тянуло. Вот. И я стала искать, 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 куда пойти, куда пойти. У нас в Владивостоке можно где этому научиться. И нашла Федерацию спорта. Вот. Дмитрия Анашкина. Я увидела у него курсы. Я сразу же записалась, уже за месяц я записалась, ждала, когда эти курсы начнутся. Вот. И пошла к нему на курс. Пришла к нему на курс, мы стали заниматься. Он увидел, что я неплохо плаваю. По итогу я закончила курс, и он мне сказал, что Марина, ты хочешь более серьёзно дальше продолжать или будем просто плавать в бассейне? Я говорю, ну конечно, я хочу продолжать, мне нужно что-то большее. И всё. И мы начали плавать на открытой воде. Начали участвовать в соревнованиях. И так всё это вот началось. Я раз победила, второй раз победила, третий раз. И стала постоянно забирать медали. А в каких ещё соревнованиях побеждали? Ну вот мы с Басаркина, 5 километров. Среди женщин у меня в том году было второе место. Ну в этом году, правда, тоже было второе место. Вот. На Амурском заливе у меня в том году было тоже второе место. Среди женщин. Ну а в этом году первое. А в этом году как удалось стать победительной? Вообще, как удаётся стать победительницей? Вас что толкает вперёд? Желание победить? Желание, да. Наверное, нет сомнений, что ты не победишь. То есть ты настолько в этом уверен, что да. Единственное бывает, что в заплыве уже, когда плывёшь, когда устаёшь, кажется, да всё. Махнуло всё. Да вообще, да лишь бы доплыть, да уже всё равно. Но это недолго всё длится. Это длится, как правило, первые три километра. Вот когда ты стартуешь, пока разгоняешься, первые три километра пока раздышишься. Оно как бы тяжело, думаешь, да, зачем оно всё тебе это надо? Ничего не хочу. А потом уже, когда раздышишься, уже думаешь, да нет. Всё, я поплыву. Вот. А дыхание какое-то специальное, наверное, да? Вы как-то дышите? Да, да. А как это происходит? Ну нас этому обучают в бассейне, специально обучают дышать. Потому что вы же и подныриваете в том числе. Да, я плыву вообще, у меня голова всегда в воде. То есть у нас, получается, руки вот так вот, вот так. И ты всегда вот так в воде, в таком положении плывёшь. То есть для этого ещё должны быть очень сильные руки. Ох, Марина, ох, Марина. Мне кажется, вашему мужу стоит быть осторожнее. Может быть, не знаю. Кстати, насчёт мужа. Как близкие относятся к вашему вот такому увлечению? Ведь это, ну, по идее, это небезопасно, наверное. Ну, конечно, это небезопасно. Но если всего бояться, то можно вообще ничем не заниматься. Вот. У нас был заплыв в том году на праздник Окуня. И когда мы вот, у нас был один километр заплыв, и подо мной снизу двигался объект. Я сначала очень напугалась. Мне казалось, ах, ну так. Ну да, прям он двигался подо мной большой объект. И прям его наблюдала, как он движется. Может быть, это была белуха, может быть, это была сельдевая акула. Но я прям с ней шла вместе. Сначала мне немножко так, я напугалась. А потом я просто доверилась. Думаю, ну как будет, так и будет. И всё. И перестала об этом думать. Ну, я так наблюдала вниз, и всё. И всё, и всё. Объект ушёл. Всё само собой разрушилось. Кошмарно. Ну, муж у меня тоже занимается фридайвингом. Дочь у меня тоже ныряет. А сколько дочке лет? 9 лет. А ещё совсем малышкой уже ныряет? Ну, она, да, она прям уже на 5 метров спокойно ныряет. А, кстати, вот вы говорили про задержку дыхания, что нельзя нырять с аквалангом. Насколько вы можете задержать дыхание? Сейчас уже научились. На какое время? Ну, на 3 минуты. Самое большее пока. Ну, это всё равно результат. Я не фридайвер, я не очень люблю заниматься фридайвингом. Но я люблю нырять, стрелять рыбу, люблю доставать гребешок. Как бы для меня вот именно подводная охота интересна. А чем интересно? Почему? Ну, я просто не очень понимаю, как можно просто нырять и как бы получать от этого удовольствие. Допустим, просто ты ныряешь на глубины. То есть я не испытываю от этого кайфа. Мне нужно именно нырнуть, поискать рыбу. Именно вот этот вот процесс охоты мне интересен. Что-то добыть. Вот это интересно. То есть для вас лучшее время года — это лето, наверное. И лучше отдых — это наши островные территории. Да. Да, это вообще самое лучшее. А где вы больше всего любите отдыхать вот таким образом? Раскройте секретики. Ну, я люблю на Клыково, мне очень нравится. На Желтухино. Прям здорово. Куда-нибудь в открытое море выходить за лакедрой, за махи-махи. Мы в том году ходили. Прям выбрасываемся в открытом море и выжидаем рыбу. То есть вы прям семьей полноценно, мама, папа, дочка, вышли и выбросились за лакедрой? Нет, ну нет. Дочку мы не берем на такие, как бы... Нет, дочку, конечно, нет. Она только на берегу ныряет у меня. А папа-мама — да. Папа-мама спокойно могут. А папа тоже участвует в заплывах или нет? Нет, папа не участвует в заплывах. А что говорит про ваши победы и про ваше вот такое увлечение? Ну, он меня поддерживает во всем. Муж поддерживает, как бы, говорит, что я молодец. Когда был финиш? Что почувствовали на финише? Головокружение. Я в этот раз вышла, меня так штормило. Я еще не знала, что я третья пришла. И потом, когда, конечно, мне сказали, я была очень удивлена. Особенно, когда я пришла третья после чемпиона, который был в том году. Когда я увидела, что он пришел четвертым, для меня это было, конечно, очень большим достижением. Я прям была очень счастлива. Даже не сколько я хотела медаль, сколько для меня было важно, что... Ну, ничего себе, как я смогла его вообще обогнать. Вот. Ну, а, кстати, вот эти победы, они что-то дают, кроме медалей? Если ты первое место занимаешь, да, они дают. Денежный приз, да? Денежный приз, да, плюс поезд чемпиона, ну, плюс медали. Ну, это приятно, как минимум. Это очень, конечно, приятно. И единственное, мне бы хотелось, конечно, пожелать Федерации спорта, лично от меня, Дмитрию Нашкину. Я все-таки настаиваю на том, чтобы разделили женский зачет и москвой зачет. Я считаю, что женщина никогда не сможет обогнать мужчину. Как бы ты ни старалась, как бы ты ни хотела, мне кажется, физически это практически невозможно. Ну, конечно. Поэтому справедливо, если, конечно, денежные призы разделят между женщинами и мужчинами. Вот. Ну, следующий будет. Может быть, прислушается Федерация спорта и сделает отдельно, и тогда Марина будет на первом месте. Да, было бы вообще прекрасно. А вообще много женщин участвуют вот так? В этом году немного было женщин. А в том году, да, достаточно много приезжали к нам люди. И из Москвы приезжали, и из Петербурга, с разных городов. И люди прямо приезжают ради того, чтобы переплыть Амурский залив. Расстояние 10 километров, 20-40. Ну, не каждый пробежит 10 километров, а вы проплыли. Что касается экипировки, вы плывете в моноласте и в гидрокостюме или нет? В гидрокостюме. Такой вопрос. Вопрос про деньги. Дорого стоят ваши увлечения или нет? Ну, увлечения не из дешевых, скажем так. Потому что сама ласта довольно-таки дорогая. Ну, если не секрет, сколько вот обходится человеку вот такой вид спорта? Ну, если, допустим, купить ласту, костюм, маску, трубку. Ну, я думаю, 1060-1070, вот так вот. Но этого будет достаточно, чтобы заниматься? Да, да. Этого будет достаточно, чтобы заниматься на открытой воде. То есть в бассейне можно просто приобрести маску, трубку и ласты. Не обязательно для этого гидрокостюм. Вы участвуете во всех соревнованиях, которые проводит Федерация подводного спорта? Или выбираете для себя, пропускаете? Или наоборот стараетесь не пропустить ничего и везде принять участие, везде схватить? Стараюсь не пропустить. Стараюсь везде поучаствовать. Как бы не люблю пропускать. А дальнейшие какие планы у вас? Ну, в дальнейшем бы, мне бы хотелось бы попробовать на чемпионат России, поехать, конечно. Не знаю, насколько это реально, потому что подготовка должна быть очень сложной. Все это непросто. Ну, и хотелось бы мне заниматься с детьми. Я бы хотела выучиться на тренера по плаванию. И очень бы хотелось приучать детей к подводному плаванию. Прям не просто плаванию, а именно подводному плаванию, скоростному плаванию. Рассказать им, что это невероятный вид спорта, очень интересный и физический, плюс это развивает. Ну, и вообще это очень красивый вид спорта. А вообще это возможно сделать? Пойти, выучиться, стать тренером? Да. Достигнув практически за год тех результатов, которых достигли вы? Да, я думаю, можно. Было бы желание. Очень интересно. Впереди, я насколько знаю, по-моему, еще один заплыв. Он где-то на Желтухино будет проходить. Да, 23 июля на острове Желтухино, 3 километра. Вы в нем участвуете? Да. Ну что ж, Марин, я желаю вам новых побед, чтобы побольше было медалей в вашей копилке. Ну и чтобы все заветные мечты стать тренером, поучаствовать в чемпионате России, они обязательно сбылись. А может быть и мира, кто знает. Спасибо большое. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». И в гостях у нас была одна из победительниц марафонского заплыва «Амурский залив-2002» Марина Радченко. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова